Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы спасаем вишни. Я нахожусь на участке нашей подписчицы, которая попросила спасти ее вишни от трех самых опасных заболеваний, которые как никогда разбушевались в этом году. Это манилиальный ожог, кокомикоз и дырчатая пятнистость или кластероспериоз. Эта троица способна убить любую вишню в течение буквально нескольких лет, если вы не будете ее защищать. Так что мы можем сделать сейчас, в июле месяце, когда эти болезни уже вовсю бушуют? Первое. Мы должны помочь нашим деревьям избавиться от инфекционного запаса манилиального ожога. Эта болезнь начинает свое развитие в период цветения вишни, когда только появляются первые цветки. И часто человек замечает проблему тогда, когда уже предотвратить ее невозможно. Нужно только исправлять, предотвращать дальнейшие последствия. А именно, мы удаляем, вырезая до здоровой древесины с захватом, все пораженные манилиальным ожогом веточки. Ведь на них находятся споры этого опасного возбудителя, который разлетается по всему саду, заражая гнилью созревающий урожай и продолжая убивать наши растения. Вторая проблема. Это кокомикоз. Завезенный из Америки, он в течение 10 лет буквально погубил всю вишню в Европе. И продолжает ее губить и сейчас. Выражается он в виде мелкой пятнистости на листьях. И через какое-то время вся листва осыпается. И вишни уже в августе стоят абсолютно голые. Без листьев вишни страдают от нехватки питания. Они сильно слабеют и вымерзают даже в самую благоприятную, казалось бы, зиму. Поэтому такую болезнь главное не допустить. Но если она все-таки развилась, важно не дать ей погубить молодые, еще здоровые листья. И третья болезнь. Это дырчатая пятнистость. Настоящая гроза всех косточковых. Из-за нее листья больше похожи на кружево. Покрываются маленькими отверстиями от выпавших коричневых тканей. Как и кокомикоз, эта болезнь лишает наши деревья питания. Из-за чего они преждевременно слабеют и преждевременно покидают наш сад. Так что мы можем сделать сейчас с этими двумя опасными листовыми пятнистостями? Первое. Мы должны снять урожай. Так получается, что наиболее сильного развития эта болезнь достигает именно к моменту созревания. Но справиться с ней только биопрепаратами сейчас уже невозможно. Здесь поможет только серьезная химия, серьезные фунгициды. Такие как скорб, райок, топаз, топсин-М или азофоз, бордосская жидкость. Снимите урожай созревших вишень и немедленно обработайте свой сад одним из этих разрешенных препаратов согласно инструкции. И вы сохраните здоровье тем листьям, которые еще здоровы. И поможете своим деревьям уйти в зиму подготовленными. В будущем году постарайтесь не допустить этих болезней. Постарайтесь провести вовремя профилактические обработки. Самое важное – это в период цветения, когда распространяется манилиальный ожог. Второе. Когда распускаются листья. Когда формируется зависть. Одним из этих разрешенных препаратов, либо с использованием биопрепаратов типа фитоспорина, фитоловина и других, вы можете сдержать развистие листовых пятнистостей, поддержать здоровье своих деревьев. И они сохранят его на долгие-долгие годы, радуя вас урожаем своих вкусных и ароматных плодов. Смотрите наш канал, подписывайтесь на него, задавайте вопросы. С вами была Юлия Кондратенок. До новых встреч на нашем канале.